Если хотите, присоединяйтесь, то есть совершенно никаких ограничений в размере с культурой, в количестве, нету никакого. Точно так же, как мы, каждое качество озвучивает себя в своем направлении. Я доброжащийся, я стремлюсь к пониманию проблемы цилиндров, ну, например. Ну, рассказывайте. Мы показываем развитие депрессии поэтапно. Хорошо. Я разочарование. Я разочаровалась в людях, потому что они поступают одинаково. Я нервозность, у меня мысли не уходят из моей головы, я сама себя накручиваю. Я замкнутость. Я замкнула себе, потому что люди делают мне больно, и я потеряла смысл общения с ними. Я без соня, я не могу спать. Но вещи мне так же это. Я без эмоциональности, я больше ничего не хочу. Я умыслю о суициде. Я просто хочу исчезнуть. У меня не осталось места в этом мире. Хорошо. Аплодируем. А терапевт, прошу вас. Я – людинец. Я такая живена, как и ты. Я принимаю тебя такое, яка ты есть. Я наставлюсь за тебя с нами. Мы на риме. Я сперчу тебя. Я не жалею тебя. Я сперчуваю. Я терпимость. Я высвящаю тебя до конца и не буду оценивать. Я компатия. Я ставлю вичу до тех, что вычуваешь ты. Я – людинец. Я – личность. Я – личность. Я всегда честна со своим пациентом и никогда не скрываюсь. Я – личность. Я – имя. Я – личность.Я – женщина. Я – личность. Я – личность. Я – личность. Я – личность. Terry. Dog the way assist. Закачиваетесь во фрунт. Ну вот так встаньте, чтобы видеть друг друга. Ну в зал такой, ну что я могу видеть, крапетку идите сюда. И не совсем сюда. За ваше место. За мной. Одна часть пациента говорит свою жалобу, другая часть, которая напротив, терапевт, говорит метод, ну, свое качество, да? Прошу вас. Повторяем, повторяем. Я разочаровалась, я разочаровалась с людьми, потому что они поступают от динамик. Я резнобичность, я можу знайты педхиды, будь алкоген. Я нервозность мою, я сама себя накручиваю. Я спевчутя, я не жалею, я спевчугаю. Я замкнутая, я замкнула себя, потому что люди делают мне больно, и я потеряла смысл общения с ними. Я честная, я всегда честна со своими клиентами. Я безсовность, я не могу спать, да вещи, но не так же это. Я терпимость, выслушаю все ваши истории, так и сам, и не буду оценить. Я без эмоциональности, я больше ничего не хочу. Я людинность, я такая же людина, как и ты. Я принимаю тебя таким, який ты есть. Я не ставлюсь за тебя без вальфи. Как пациент вам помогает? Хорошо, браво. У вас есть что-нибудь, замечание? Вы знаете, что построили? Это не шеренга, это что-то вроде анкеты. Во-первых, наверное, из всех качеств терапевта должно быть какое-то главное, которым он встречает пациента, а не отдельную проблему пациента. У пациента, разве бывают отдельные проблемы? Разве пациент это такой список, там, одиночество? Это же так, можно посмотреть. Да, простите, то есть сначала, как называется, 10-10, сначала это там, потом так постепенно. Но это же учебник. А я просил пациента. И более того, смотрите, подождите одну секунду. Если вы молодцы, я хочу, чтобы вы поняли задачу. И этот вот прием можно использовать как метод. И педагогами, и вами, и в работе. Потому что тут становится сразу видно, как вы понимаете и чувствуете ту или иную проблему. Да? Это некая, не критика, а ни в коем случае. Однако, вы говорите, развивается по этапу. А когда один этап проходит, другой разве исчезает? Он остается. Значит, есть какой-то центр, основа проблем. Правда? Есть какая-то смысловая точка проблемы. Есть ее внешние оболочки. Правда? Есть внутренние переживания человеческие. И внешние признаки поведения. Вы их внутренне уравняли. Вы перечислили. И это на самом деле наша беда. Что является главным у терапевта? Что должно быть в основе? В центре? Что стоит выше, что ниже? В этом вопрос к скульптуре. Правда? Вы скульптуру сделать даже не попытались. Почему? Ну, потому что такова наша система образования. Потому что мы не ищем суть. Потому что мы просто перечисляем нужные ответы к экзамену. У нас с вами есть одна главная проблема, которая всегда должна стоять, как мне кажется, на первом месте, на главе угла. Не скульптуры, а профессионального отношения к человеку. Мы всегда должны помнить, что человек не познаваем, не управляем и не контролируем полностью. Мы не знаем самого главного о человеке. Мы не можем рассуждать о том, что мы обладаем неким объективным знанием. Как бы вас этому не учили педагоги, потому что мы не знаем самого главного. Мы не знаем, откуда взялся человек, как он произошел. И никогда не узнаем. Я это утверждаю, как... Ну, вы же проходили философию. И на ней, наверное, проходили Гегеля, который утверждал, что абсолютное знание может быть только апофатическим. Оно постижимо только путем отрицания. В некотором смысле отрицание некоторых абсолютных знаний – это и есть путь к синтезу Гегельевскому. Ну, ладно, это, в общем, не так важно. Я вас напугаю сейчас до смерти. Я хочу сказать, что проблема в том, что, обратите внимание, главным свойством человека является свобода. И если говорить, ну, чтобы вы понимали, какие-то мои позиции, может быть, вас это волнует. Сегодня, пока, пока, я не знаю, что будет завтра, но пока мера свободы человеческой на Украине выше, чем в России. И это значит, что, конечно, я приветствую вашу свободу в том виде, в котором вы ее сами понимаете и принимаете. Ну, чтобы было понятно, какие-то мои позиции по определению. Давайте я поясню, что я имею в виду. Что такое человек непознаваемый, неуправляемый? Смотрите, если, например, будет точно доказано, ну, вот точно, что мы, скажем, были созданы пришельцами откуда-нибудь с Нибиру. Ну, для того, чтобы обеспечивать их надобности, то есть в качестве слуг, то это немедленно, резко ограничит человеческую свободу, потому что единственной целью человечества в целом станет добраться до этой планеты, звезды и спросить у своих хозяев, нафига все это нужно, в общем. Правда? В некотором смысле свобода будет мгновенно ограничена. И это абсолютно неважно, да, если, например, будет абсолютно точно доказано, что существует некое высшее непостижимое существо, которое мы именуем Богом, и этот Бог нас создал, то опять это резко ограничит свободу человека, потому что среди нас не смогут уже находиться некие люди, считающие себя атеистами. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. На самом деле очень важно понимать, что абсолютное знание о человеке делает нас абсолютно управляемыми. Ну, если, например, в частности, только одна химия определяет деятельность нервной системы, это, кстати, немножко глуповатый взгляд на вещи, сформулированный одним немецким врачом в середине 18 века, сегодня этот взгляд преобладает, он в большой моде, и он абсолютно недоказуем, если захотите, мы поговорим об этом. То есть, вера, как я называю, в химический катехизис, это точно такая же вера, как любая другая, она не имеет никаких отличий. И все, что связано с научными достижениями, это на самом деле такой, и даже не псевдонаука, это такой флер. Флер, потому что, дорогие мои, если бы мы чего-нибудь точно знали про химию мозга, или если бы мы чего-нибудь точно знали про психику, то Сталин, который, в сущности, построил все прекрасные улицы, по которым мы ходим, свернул бы нас в бараний рук, и от вашей, нашей внутренней свободы не осталось бы вообще ничего. Если бы кто-нибудь точно знал, как управлять человеком. Я называю это бритвой относительности или поправкой, которую всегда должен иметь в голове человек, который работает с людьми. Поскольку сегодня вот этот список, который вы видели, он неплохой, вы умные ребята, спасибо, правда, все замечательно. Возникает от того, что, оказываясь на просторах души человеческой, психолог, начинает действовать абсолютно как психиатр, критики которой посвящена и эта организация, и наши сегодняшние разговоры отчасти тоже. Он начинает искать какую-нибудь простую методику или технологию, по которой он будет работать. Ну, там, шло бы оно лесом, а я вот там, не знаю, возьму в лучшем случае четырехшаговый рефрейминг и буду его тупо гнать. И это очень и очень характерная и знаковая вещь, потому что нам все время очень хочется найти какое-нибудь простенькое оружие. Зачем? Как вы думаете? Почему? Почему мы сегодня, наша культура занята упрощением тотального? Причем не упрощением, это термин Толстого, и он там много чего значит, а упрощением. У вас и меньшинство над большинством. Значит, мы с вами все время хотим оказаться управляющим меньшинством, войти в золотой миллиард. И никак не хотим оказаться в плебсе. Это же термины Киркегера на самом деле. Элита и плебс. Плебс обслуживает элиту, и он управляем. Но, простите меня, вы имеете право, сейчас ребята продемонстрировали свою управляемость схемами из учебников. В этом, в том, что мы сейчас видели, было много своего, своего переживания. Ну, мало. Было, но мало. Правда? Я хочу сказать, что химический катехизис, как вера, рождается из точно такого же упрощения. У меня какое-то неприятное состояние, неважно, это боль, душевное страдание. Считая, что всем управляет химия, я готов съесть дорогую, противную, большую, как блин, таблетку, протошниться потом. Но лишь бы это какое-то мое страдание, обратите внимание, мгновенно прошло. Правда? чтобы я не мучился. Отчасти вот эта вот суицидальная мысль, которая не является проблемой депрессии, ну-ка, только честно, ну, только честно, поднимите руки, у кого никогда не было суицидальных мыслей. Не верю, ну, неважно. Мысли или намерение? Мысли? Нет, так, вы видите, я бы сказал, что это очень важно тоже понять, чем мысли отличаются от намерения. мысль и намерение. Мысли или намерение. Обратите внимание, я руку не поднял. У меня были суицидальные мысли в разные периоды жизни. В чем проблема? Почему? Ну, хорошо, я вам верю. Почему у большинства здесь присутствующих были суицидальные мысли? Проблема жизни и смерти, она всегда умывала человечество. Да, ну, как это, как это, жизнь прекрасна, и... А вот то, что неизвестно, вы хотите... Вы хотите сказать про потустороннее мартида? Мартида? Есть мысли по этому поводу? Это очень важно для понимания... Да, говорите, говорите. Я думаю, что это просто не легший способ выхода из проблемы. Да. Смотрите. Это, на самом деле, самое простое. и в этом всегда есть некая потусторонняя мысль, почему. Чего в большинстве случаев ждет, как это не удивительно, человек, кончающий жизнь самоубийством. Завершение. Люди на этом хочут попараты ниже, как твоего взрослого. Да, да, конечно. Я хочу сказать, что... Да, и тогда Маша поймет, какой я был ценный. И тогда Саша почувствует, что женщины прекраснее меня вообще нет на свете. я хочу сказать, что практически в любом суициде, ну, по крайней мере, ну, сами понимаете, за, там, в общем, 35 лет работы я имел дело с огромным количеством всяких суицидников, включая сюда и себя. Это обязательная часть проблемы. Нет, у меня никогда не было суицидальных попыток, напугайтесь. Я хочу сказать, что, понимаете, такая штука, если ты сам этого не чувствовал, понять другого очень сложно. Вот, это, знаете, вот, есть, сейчас мы и до этого доберемся, но есть такая замечательная мысль, когда чуть повзрослее становишься, ее легко понимаешь. Ну, в наркологии принят вопрос такой, ты хочешь выпить? у тебя сейчас есть влечение к алкоголю, ну, там, или к наркотику, неважно. Вот, если я задумаюсь, кто-то из вас предлагает, Александр, что ты нафиг эту лекцию, пойдемте выпьем хорошего вина. Я так репу почешу, так, задумаюсь, а хочу я сейчас выпить? Да, хочу, в общем, с утра выпил, весь день свободен. Ну, почему? Потому что для меня, я человек крайне малопьющий, но тем не менее, для меня, если я уж себе разрешил выпить, это означает, что рабочий день окончен, лекции мне больше читать, ну, не буду же я на вас алкоголем пахнуть, честное слово. Все, я перешел к отдыху. Хочу я это сделать? Ну, в общем, да, не откажусь. Если вы возьмете на себя ответственность, что я больше лекций читать не буду. И это тоже очень важно понять. Это то, на чем сегодня активно и отчаянно паразитирует психиатрию. Наше мышление представляет собой континиум с огромным количеством всяких разных свойств и мыслей. И в нем есть все в мышлении нормального человека. В нем есть галлюцинации, обманы восприятия, сужение сознания, паранойя, ощущение воздействия со стороны, депрессия, со всеми ее оттенками. Это в нас есть всегда. Что-то внутри нас, мы можем обсудить, что это такое, как это называется, выбирает индивидуальные клавиши в этой гамме. Личность это выбор какого-то числа свойств из этого бесконечного континуума. Но проблема заключается в том, что весь континуум все равно присутствует. Поэтому возможна эмпатия. три вещи я хочу сказать. Нет, на самом деле их гораздо больше. Первое. Нельзя найти волшебную палочку, некий способ управлять человеком или контролировать его. Для этого его нужно сначала упростить. Кто написал об этом целую книгу, знаменитую, Эрих Фром, который написал большую книгу под названием «Некрофилия», где доказывал, что Сталин и Гитлер это попытки абсолютного контроля над человеком, но для того, чтобы абсолютно контролировать человека, его надо сначала убить. Потому что полностью контролировать можно только мертвую материю. С ней можно что-то делать, химические эксперименты, лепить скульптуру из нее. конечно, конечно, это скучно и неинтересно, потому что если мы всех поубиваем, то кого же мы будем контролировать? А то, что делает современная пропаганда? конечно, конечно, я пытаюсь сказать следующее, мне очень не хочется, я часто бросаю мысли незаконченными, сейчас я ее попробую закончить, я хочу сказать, что тогда его можно убить частично, упростить. Ну, например, очень грубо говоря, я должен упростить человека, его сознание до мозга и до каких-то химических компонентов для того, чтобы поставить диагноз депрессия, потому что поставить диагноз в сегодняшнем понимании этого слова, это именно означает упростить. Ну, его нафиг там это переживание того, что меня бросила Маша. У меня появились суицидальные мысли. Я бегаю по Москве и кричу, меня никто не любит. Да? Или что еще более характерно, я сажусь в одну позу, раскачиваюсь и никому не признаюсь в том, что меня бросила Маша. прихожу к доктору. Доктор говорит, Александр Геннадьевич, у вас депрессия. Что такое депрессия? Это, в общем, означает, что моя любовь к Маше, мои реакции, моя страсть, там, не знаю, мои проекции, сейчас это не важно, не имеют никакого значения. имеет значение, что Маша, сволочь такая, запустила во мне некоторый химический процесс, поскольку на самом деле думает, точнее, психиатр-то этого не думает, но психиатрия это предполагает, и, к сожалению, сегодняшняя клиническая психология тоже. она говорит, Александр Геннадьевич, ты старый, уже козел, многоопытный, ты не можешь влюбиться в Машу, в твоем возрасте, это психоз, поэтому с Машей, или там, со своими мыслями, проекциями, фантазиями, и так далее, ты справляешься сам, а мы будем лечить тебе психоз, то есть, только твою эмоциональную реакцию на Машу, мы тебя упростим, чтобы не мучиться, как бы, а на самом деле, я влюбился в Машу, она, правда, прекрасная, только очень грустная, ну такая грустная, ну просто ужасная, вот спасибо, ну спасибо, вот надежду подала, улыбнулась, хотя бы, я хочу сказать следующее, что случилось-то, я кокетничаю, вам сколько лет, ну, ну признавайтесь, страшное дело, старушка, я хочу сказать, люди столько не живут вообще, я хочу, я хочу сказать следующую, простую мысль, а на самом деле, чем является эта моя депрессия, почему она произошла, ну проанализируйте мою любовь к Маше, ты черт возьми, ну что-то вроде, имеется ввиду следующее, я не могу не испытывать депрессии, влюбившись в 17-летнюю Машу, в любом случае, даже если я ей и не сказал об этом, ну потому что мне 58, и в общем, да, как бы, у меня все дети гораздо старше Маши, Вы сейчас тем самым природите и принадлежите и все. Состояние безнадежды, да, вот, ну, эх, в отличие от, я надеюсь, что в отличие от меня, у нее еще есть надежда, ну как бы, да, да, я хочу сказать, что в моей жизни, видимо, настал какой-то этап, когда я должен понять, что я уже не могу бегать за 17-летними девочками и за 20-летними, в общем, тоже, ну потому что большинство из них воспринимает меня как старого деда, я для них уже никак не мужчина, это понятное дело, но я-то козел старый не хочу этого понимать, я-то, мне-то все равно внутри 25, до конца уже, да, и я впадаю в депрессию, потому что мне необходимо осознать, что все равно не 25, ой, да, и что там, и многое-многое другое, даже если Маша сделает вид, что она в меня влюбилась, то, да, это будет что-то другое совсем, не будем это обсуждать, я должен научиться это понимать, и я впадаю в депрессию, а какая у меня альтернатива, вот я имею ввиду мысленное, вот я говорю, Маша, можно я приглашу вас, я не знаю, как вас зовут, Оля, Оля, можно я приглашу вас на свидание, вот там, пойдемте в ресторан, приезжайте ко мне домой, а Оля, например, говорит мне нормальную, или просто вылупливает на меня глаза и убегает быстро по крещатику, глядим-то, теряясь в толпе, или говорит, иди нахрен старый хрыч, ты что, с ума сошел? Вот, я либо впадаю в депрессию, потому что я должен осознать, что я старый хрыч, а ни одному старому хрычу этого не хочется, а какой у меня второй вариант? Модный сейчас. А? Ну я, 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 да, да, чисто украинское решение, похоже, это, 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 как-то на Майдане приходит в голову, я понимаю, чем ближе к площади, да, я хочу, я хочу сказать, что, я хочу сказать, к сожалению, еще худшую вещь, вот, у меня, если говорить не о действиях, а о моем внутреннем, ведь депрессия это не действие, это мое внутреннее состояние, то я должен себе сказать замечательную мысль, мне она самому очень нравится, жалко, что я ее говорить себе не умею, я могу сказать, надо же, какая дура эта Оля, такого мужика не оценить, и это означает, что про меня, про меня, ну, простите, это означает нечто совершенно банальное, не очень клиническое, я могу выразиться точнее, ну, это, в общем, означает, что я дурак, я хочу сказать следующее, первое, в разной степени, но подавляющее большинство состояний, которые сегодня все свалены в одну кучу депрессий, и лечатся все психотропными препаратами, это депрессия, это ровно то, что меня заставляет учиться, ну, я работаю психиатром, работаю, что-то не так, что-то у меня не получается с больными, я делаю что-то не то, если я приду к коллегам и расскажу об этих своих переживаниях, мне скажут что-нибудь, ну, ты псих, на, попей, там, не знаю, или он, еще что-нибудь такое. Здесь есть две вещи, которые можно почувствовать. Лечить депрессию можно только одним способом на самом деле. Лечить психиатричество в психическом смысле. Меня для этого нужно сделать идиотом. Нужно, чтобы я поглупел тем или иным способом. И тогда я буду радостно думать, надо же, какая дура, такого мужика это не оценило. депрессия, депрессия, депрессия возникает всегда, когда человек понимает то, чего вы показывали, между прочим, когда жизнь бессмысленна, когда он делает что-то не то, ощущение, я пожил, пожил с женой и больше ее не люблю. Я живу рядом с чужим человеком, я ошибся. Это депрессия. Про любовь захотите тоже сейчас поговорим. Просто это нельзя вобрать в одну лекцию все. Сейчас попробуем по максимуму вобрать чего сможем. Но самое главное это некоторое ощущение бессмысленности жизни, которое возникает на самых разных жизненных этапов и приводит к внешним проявлениям клинической депрессии, моторной и диатурной заторможенности. Можно вот так сразу взять и сказать не у всех. Откуда у подавляющего большинства из нас берется ощущение бессмысленности жизни, откуда берется апатия, лень, которые тоже сейчас считаются масками депрессии. Сейчас вообще все очень плохо, потому что любое плохое настроение, как только вы про него говорите врачу, вам объявят маскированные депрессии, атипичные депрессии, чем угодно, и выдадут таблетки, в каком бы возрасте вы не находились. Ну, есть мысли, ведь это так часто бывает, правда? Ну-ка, поднимите руки, кто никогда не испытывал отчаяния из-за того, что его жизнь или будущее кажется ему бессмысленным. Есть такие люди? Ясно. так должно быть, вы же преподаватель, да, как бы, откуда оно берется и откуда берутся, сейчас параллельно обсудим суициды. Есть идеи? Ну, откуда берется чувство бессмысленности, отчаяния. И это как внимания у человека? Неудача. Я всегда говорю... Череда собр... Череда собр... Ну, да... Подделя близкого человека? Правда? Есть, да, вот это есть очень такая, очень такая тонкая вещь, которую тоже надо научиться понимать про недостаток внимания или чаще говорят недостаток любви. Это один из принципов главных практической психологии и психотерапии. Для того, чтобы понять, что происходит, мы должны не использовать частичку «не». нужно понять, а бывает такое достаток любви или что такое «внимание достаточно»? Сколько это «внимание» в граммах? Пол-литра примерно. «Достаточно» «внимание» – это один косяк с гашишем, два. Правда. Разве бывает «достаточно» «внимания»? Ну, бывает «достаточно» «на сегодня». «завтра» уже недостаточно. В чем проблема-то? Откуда берется это? Недостаток «внимания» порождающий недостаток «уверенности»? В детстве. Но я сейчас говорю об этом вот по какой причине. мы тоже запутались давно. Зачем нужен анализ детства? Вот мы говорим, ну там допустим, меня мама недолюбливала, папа. И кстати говоря, это Фрейд еще доказал совершенно однозначно, что в большей части случаев этот самый недостаток мы себе придумываем взрослыми. Ну есть такая знаменитая история, он когда описывал, он вдруг стал выяснять у своих пациенток молодых, которые приходили к нему на прием, что они почти все подверглись инцестуозным действиям отцов, отцы пытались их соблазнить. и ну конечно он подумал, а вдруг это одна из главных причин того, что происходит с навязчивостями в данном случае конкретно. И стал пытаться с помощью разных людей, близких, ну женщины были молодые, поэтому все родители были живы, но очень выяснилось, что практически только в одном случае это оказалось правдой, да, а все во всех остальных да, мы это придумали. Точнее, что такое придумали, это они отправили свое воображение туда, чтобы оправдать какие-то текущие проблемы. Я просто хочу сказать одну вещь, потому что это очень большой и сложный разговор, мы когда преподаем, мы забываем очень часто одну штуку. Мы забываем, что весь психоанализ нужен с одной единственной целью. Он нужен для того, чтобы взрослый человек, вспомнив свое детское переживание, сказал себе, господи, какая чушь. Мне тогда было 5 лет, а сейчас-то мне уже 40. Чушь это на меня по-прежнему детские переживания воздействуют. Для этого нужно опять пережить. для того, чтобы сказать глупость какая-то, ну, там, вот мама мне давала недостаточно любви, а Оля вроде дает достаточно. Смысл именно такой, понимаете, да? Я должен себе сказать, что это моя иллюзия, возникшая за счет каких-то переживаний в детстве, и детство-то уже прошло. не может меня удерживать эта иллюзия во взрослом возрасте от нормальных человеческих поступков. Вот когда, что касается меня, то когда ковыряешь причины депрессии, то я для себя когда-то понял, что собственно именно это люди когда-то и назвали первородным грехом. Главная причина депрессии описана в книге Бытия. И это не тот факт, что Адам и Ева поняли, что они маги и захотели друг друга. Первородный грех для меня заключается в желании Адама и Евы помните быть как боги. Змеи соблазняет их чем? Да. А внутри соблазна что находится? Желание быть как боги. Что такое быть как боги? Конечно. Быть лучше всех. Быть всемогущими. Ни за что не отвечать. Ну там судя по тексту книги Бытия он их там Бог чему-то учил. Ну вот Адам животных именовал. Сейчас скажу есть у меня одно тайное подозрение неважно. Я вообще думаю что под животными книга Бытия имеет ввиду то что мы сейчас называем человеческими эмоциями. Ну да времена же тогда были тотем когда создавались мифы книги Бытия у каждого племени был животное родовой тотем оно выражало конечно характер племени понятно что племя мыши вело себя по-другому чем племя орла правильно они же подражали своим тотемным племямам Я боюсь что это он именовал животных это Бог учил внутренних животных именовать то есть понимать себя я так это читаю но это простите тоже относится к области спекуляции конечно но один факт несомненно есть налицо мы до сих пор бродим по миру и пытаемся сожрать яблочко познания добра и зла потому что это очень простое действие сажал яблочко и стал как Бог выпил стаканчик водочки горилочки героинчика и эх сама пойдет сама пойдет этот тайный соблазн стать лучше всех с помощью каких-то достаточно простых приемов лежит в основе огромного числа всяких разных человеческих слабостей с которыми мы сталкиваемся сегодня именно потому что сегодня мы люди высшей степени неосознанные не вы конечно вы же психологи неосознанные культ таблеток это первородный грех не нужно тратить никаких усилий чтобы избавиться от каких-то мучающих тебя состояния от того чем ты страдаешь попытка попытка упростить человека до схемы до формулы и выдать ему почти таблетку ну в виде там я не знаю какой-нибудь системы упражнений или знаний это первородный грех делающий своего носителя выше окружающих ну в когнитивной терапии то о чем я говорю называется базовыми иррациональными убеждениями вот это базовое иррациональное убеждение о котором мы страдаем оно же первородный грех это я хочу быть лучше всех желательно без всяких усилий просто потому что я такая я такой психоаналитик Шандер Ференци блестяще по-моему описал в одной короткой статье которую вы легко прочтете в интернете синдром или возраст детского всемогущества родители это боги выполняющие нашими желаниями а мы манипулируя родителям тем самым оказываемся как боги это тайное это тайное желание преследует человека всю жизнь нам все время хочется оказаться самыми лучшими нет мы понимаем что это невозможно нам это объясняют прямо начиная с первого главного жизненного кризиса со школы в чем заключается кризис 6-7 лет ты приходишь в школу и выясняется что там есть другие дети и ты не самый лучший или тебе нужно доказывать что ты самый лучший а это трудно это требует усилий и непонятно каких потому что ты пока не понимаешь что такое учиться и как как выделяются в этом жутком месте самые лучшие огромное количество человеческих глупостей обусловлено этим рациональным убеждением ну там я не знаю меня меня сделает самый лучший муж или жена мечта о принце она оттуда а я буду при нем принцессой как в детстве а он будет все это денег и всего остального он будет за меня сталкиваться с внешним миром а я буду дергать его за веревочки и буду как бог был кошмар в 90-х годах когда да огромное количество девчонок без всякого образования выскакивало замуж за новых русских которые в те годы все в основном были бандитами и особыми интеллектуальными этими качествами не отличались ну понятное дело что там где-то они все нарожали детей годам к сорока вдруг выяснилось что мужьям они надоели те их выгнали ну иногда с деньгами иногда без там по разному завели себе снова молодых а эти дамы прям посыпались к психологам и психотерапевтам и до сих пор сыпятся ну потому что образования они не получили никакого работать они никогда не работали вот ей что теперь делать когда ей там сорок сорок пять что делать то детей чаще всего такие папы оставляли себе ну или там дети уже подросли собственно говоря и их мамы тоже не очень интересуют это почему все произошло ну потому что хотели жить как боги а сами понимаете вот та самая учеба самопознание оно требует усилий систематических скучных я когда сталкиваюсь с правда психологией депрессии особенно молодом возрасте я все чаще и чаще убеждаюсь что именно это то в чем человек не может признаться потому что признается очень редко потому что это стыдно он же понимает что он не самый лучший но вот это вот это вот это желание я хочу быть как бог как богиня самым лучшим уникальным и единственным но я не буду пытаться об этом заявлять потому что это же как боги же так богам все поклоняются а они в общем совершенно не говорят о себе это тайное желание является и причиной депрессии и причиной сулицидов выглядеть это просто по разному я самая лучшая а если я не самая лучшая то я вот покончу с собой для того чтобы он мы же с этого начинали он понял гад что я самая лучшая ну или самый лучший поскольку тайная мысль брака раннего особенного очень 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 часто именно это или он сделает меня самой лучшей или я буду самым лучшим хотя бы для нее ну вот хотя бы для нее и как только мужчина пытается честно стать для девушки самым лучшим да по общему закону подлости он довольно быстро становится ей неинтересен он становится папой а папу папа и сексуальные отношения несовместимые вещи действует запрет инцеста я через эту призму могу смотреть очень долго но на самом деле именно она в тайне вот как бы люди среднего возраста и кризис среднего возраста связан на 90-90% случаев с одной мыслью простой и понятной ну вот я вкалывал вкалывал иногда там я заработал много денег или там я занимаю важный пост или что чаще бывает я занимал важный пост теперь меня выкинули и человек ходит так подняв нос и не видели никогда вот когда такая швартуется к берегу какая-нибудь супер дорогая и навороченная тачка какой-нибудь феррари из нее хозяин выходит он так осматривается в смысле все попадали в обморок вокруг не замечали нет обратите это синдром отсюда важна важна не тачка важно чтобы все в обморок пропадали ты бог и потом вдруг выясняется что этого всего было мало ну мало и жена как-то занята своими делами и детям в общем что-то не очень до тебя никто на тебя не молится все говорят дай денег и отвали иногда вежливее конечно в общем сводится все к этому и начинаются депрессии или пьянство или еще что-нибудь такое вот вам один из главных механизмов у меня есть подозрение что для вашей преподавательницы это значимо я куда-то попал ну не важно я хочу сказать следующее я хочу сказать что вот этот механизм скрывается внутри депрессии почему я про мужчин среднего возраста потому что будучи разочарован неизвестно чем ему даже все завидуют у него все хорошо никто не будет так глубоко копать в поисках того в чем же заключается его значимость он сам найдет свой антидепрессант ну в виде той же водки или тех же наркотиков а врач выпишет ему другой отличаться они будут мало потому что будут основаны на том же механизме упрощения съешь яблочко и будешь как бог более того я даже могу сказать что разные у нас было все проще в нашем поколении а сегодня разные группы наркотиков симулируют и подменяют разные эмоциональные состояния ну там хочешь почувствовать что тебя все любят и ты свободно общаешься на покури гашишек не хочешь ты считаешь это кстати большая проблема сегодня очень многие мужчины считают что женщина это слишком сложно она не хочет слушаться я втайне думаю что в этом лежит причина моды на гомосексуализм ну это смотрите огромный еще один разговор получится но здесь лежит тайна моды и тайна эффекта скажем морфинной группы наркотиков поскольку они просто подменяют оргазм и настоящему героиновому наркоману ему для порядка девушка нужна или юноше нужен но секс не нужен никогда потому что у них свой секс это и есть приход морфинного морфинного афиния как бы то есть сегодня химия может подменить все и приходится выбирать мы с вами пытаемся понять чего-то главное в человеческой душе выделить его для себя и как-то пытаться его восстановить сделать так чтобы человек что-то понял в том числе понял что это инфантильное переживание что нужно вести себя как-то по-другому в частности в одном из главных принципов одним из главных принципов жизни Будды является является тезис если встретишь Буду убей его никакой человек не может обладать полнотой абсолютной истины с которого мы начали и если человек говорит я Буду я Христос не верьте ему потому что Буду и Христос не скажут так никогда и наверное вторым по важности в жизни ну просто в жизни потому что на самом деле Буддизм это же в общем не религия я надеюсь вы это понимаете это общее место вы студенты четвертого курса Буддизм это философия в строгом смысле этого слова психология антропология только в отличие от нашей психологии которая существует едва ли век Буддизм это психология которая существует три тысячи лет и там описано все и вот вторым главным принципом Буддизма я хочу на этом я закончу не волнуйтесь я понял что вы устали является одна простая штука которую надо написать себе для того чтобы в жизни не было депрессии я всегда говорю своим пациентам огненными буквами под лобные кости там надо написать ничего не бывает сразу и третий там сразу будет третий принцип который будет гласить твои усилия имеют значение ничего не бывает сразу но усилия имеют значение если вы задумаетесь об этом социально то вы поймете что если вдруг происходят резкие социальные изменения всегда льется кровь изменения могут наступать только постепенно мы с вами можем изменить то что происходит но не можем изменить за одну лекцию как бы я ни пытался спасибо вам люди что пришли вы прекрасны вы построили прекрасные скульптуры думайте последнее что я скажу можно можно я по инерции веду канал естественно из Москвы на ютубе он называется там будет наверное эта запись если мы ее снимем он называется серебряные нити там целая куча моих видео лекций на самые разные темы за годы накопившиеся ну захотите приходите и мы можем там всегда продолжить разговор хорошо все извините меня за долгое внимание удачи спасибо спасибо